МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, для Мариуполя то, что произошло 24-го числа, это самая большая трагедия, наверное, со времен Второй мировой войны, потому что погибли мирные граждане, пострадавших много, много повреждений. Но мариупольцы объединились для решения ликвидации последствий этой трагедии и общими усилиями стараемся устранить эти последствия. Дмитрий, вот система жизнеобеспечения города, водопровод, канализация, свет, вот эти сферы, они работают? Значит, на вчерашний вечер, когда я был вот в том районе, в микрорайоне Восточный, в большинстве домов освещение было, отопление в части домов уже тоже было. То есть на штабе, который проводился с губернатором, заверяли, что освещение будет восстановлено, это вечер 25-е, отопление полностью, это утро 26-е. Сегодня утро мы будем уточнять эту информацию, то есть насколько вот по графику успевают устранить вот эти вот проблемы. Пане Дмитрие, а скажите, пожалуйста, чи все продукты есть в магазинах, чи нема браку каких-то новых вкручеваниях? Значит, в данном микрорайоне практически все магазины закрыты, ну супермаркет, один из супермаркетов работает, вот, в остальной части города с продуктами проблем нет, ну единственное, мы вот собираем продукты питания, мы другие волонтерские организации, боготворительные фонды для пострадавших жителей района. Вот, также организовываются полевые кухни в микрорайоне, рядом вот с храмом возле одного из супермаркетов действуют две полевые кухни, действует также там палатка оказания медицинской помощи, консультация психологов. Многие люди туда приходят, то есть там выдаются материалы, пленка для окон, для того, чтобы хотя бы временно можно было закрыть окна. Вот, вот, в таком. Понятно. Пане Дмитрий, скажите, а че правда це, що в Маріуполі зараз розповсюджуються листівки, в які вказано, мовляв, оцей обстріл з'яснила українська армія? Справді є такі листівки? Значит, по состоянию даже на 24 число было много информации, вот, о том, о направлениях обстрела. Розпространялись слухи, что да, якобы, вот, со стороны Старого Крыма, это, вот, позиции украинской армии, со стороны аэропорта ввелся встрел. Вот, я, как очевидец, могу сказать, что ввелось все-таки со стороны Новоазовска, то есть это территория подконтрольная ДНР. То есть, вот, направление было оттуда. Дмитрий, вопрос. Есть ли, не знаю, очереди из автомобилей, есть ли такая массовая попытка граждан, горожан покинуть город? В основном, вот, паника была утром 24-го, вот, когда это все произошло. Колонны машин, да, старались люди и пешком покидали, но сейчас такого нет. Вот, многие вернулись, те, у кого условия проживания есть, многие вернулись в свои квартиры, в свои дома. Дмитрий, последний вопрос. Как жители других украинских городов могут помочь жителям Мариуполя? Вот, что первоочередно нужно присылать, как и чем помогать? Первое очередное, это, вот, на данный момент, это пленка, рулоны пленки для того, чтобы люди могли заклеить окна. Второе, это продукты питания, вот, и медикаменты, ну, то есть, градообразующие предприятия пообещали, вот, медикаментами обеспечить, но все же не будет лишним. То есть, нам некоторые больницы предоставили списки того, что нужно пострадавшим людям. Понятно. Это был Дмитрий Забавин, волонтер, с которым мы связались, который прямо сейчас находится в Мариуполе. Ну, а, в основном, всю информацию про то, как вы можете помогать жителям Мариуполя, вы найдете на нашу сайту рано.ctv.ua.